Всем привет! Сегодня поговорим о таком замечательном ноутбуке. Первый раз в этом году нам принесли новую модель Thunder Robot. Ссылочка на точную модельку будет в описании под видео. Соответственно, продается в сетях Российской Федерации, в любых магазинах. Самую выгодную цену найду. Будет ссылка в описании. Чем примечательно? Давайте начнем с включения. Я нажал на кнопку и проходит примерно 15 секунд от полного включения до загрузки системы. Что здесь на борту? i5 процессор, 3050 NVIDIA карта, 16 гигов оперативки. Процессор у нас предпоследнего поколения, тактовая частота 2.5. Смотрите, да? Вау, быстро. Дисплей 144 Гц, очень все быстро, неплохой звук. Из минусов. Он весь пластиковый, у него маленький трекпад, но при этом очень достаточно интересный. Процессор, если быть точным, у нас вот такого. Такие характеристики, по-моему, Turbo Boost у него до 4 Гц. 16 гигов оперативки, повторю. То есть у него интересные особенности за эти деньги. А стоит он от 60 до 75 тысяч, в зависимости от магазина. За эти деньги вы получаете, в принципе, игровое решение для нескольких лет вперед. При этом здесь все просто замечательно. По портам у него USB, HDMI, USB, все есть. Естественно, SD-слот. У него есть офигенная подсветочка сзади. Сейчас он перезагрузится. Он на тестах у нас, с установкой, соответственно, программного обеспечения. Прикольно. То есть, конечно, здесь отсылки идут на MCI. Asus, эти, по-моему, как они называют, Сережа, Asus. Rob'овские компьютеры. Очень все быстро работает. Буквально, моментально. Прикольно по оформлению топ-кейса нижнего. Естественно, все в пластике. Классная подсветка клавиатуры. Классная сама клавиатура. Есть она, причем полноразмерная. Есть клавиши, соответственно, циферки нам падают. Вот этот вот маленький. Эти наклейки нормальные люди все снимают. Но они такие, кстати, в последнее время прорезиненные. Они не бумажные. Прикольно для них дотрагиваться. Он маркий, оставляет отпечатки, потому что это пластик. Он хоть и матовый, но все-таки очковый. Что еще сказать по этому компьютеру? Неплохой звук. На максимальной громкости начинает немножко все это резонировать. Пластиковый корпус динамики. Вот здесь вот в верхней части, скорее всего. Но, блин, друзья, я вот как бы слышал, что такая компания появилась. Видел даже рекламу по телевизору, но еще не щупал. И сейчас я понял, что за эти деньги это прекрасное ультра, можно сказать, компактное решение. Кстати, диагональный дисплей 15,6 дюймов, 144 Гц. Мы запустили, отлично прошел он тесты. Сейчас, как он называется? Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тан-таран-тан. Так. Так-так-так-так. Так-так-так-так-так. В общем, тестирование он прошел, все хорошо, отрисовка кадров и так далее, все у него великолепно. Скорость работы буквально моментальная. Вообще все очень и очень хорошо. Две видеокарты, одна нормальная, другая встроенная. Отличный ноутбук за эти деньги. Решил просто снять, показать, что мало ли вы в поисках ноутбука за плюс-минус 60-70 тысяч рублей. Обратите свое внимание вот на такого красавца. Все в нем хорошо, можно смело брать. Кстати, экран матовый. Матовая поверхность экрана. Это хорошо, то есть при играх ничего не будет бликовать. На солнечном цвету тоже. То есть это, можно сказать, такой hands-on. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока-пока.